Кем вы начинали службу? Участковым, госавтоинспектором, конвойным? Милиционером, охраной, конвойной службы. Романтики в вашей профессии много? Сухой программатизм, ежедневный. Неизвестно с кем встретиться, либо с бомжом, либо с президентом. Сами для себя, как вы определяете удовлетворение в проделанной работе? Самое простое, то есть даже этот уровень безопасности, уличной преступности, пройти с конца в конец ночью по городу. Я бы не запомнил, что идет девочка беременная, видно, что уже последние месяцы, там чуть ли может быть не дни. Она спокойно, монотонно идет по улице Красной порядка 4-5 утра. Вообще удается на городских улицах проводить время без оглядки на профессию? То есть вот просто взять, вот так вот абстрагироваться и просто отдохнуть, пройтись, не знаю, там посидеть в кафе или постоянно вот глаз на глаз. И такое бывает, просто пройти по городу, посмотреть, что творится в городе. Интересно походить, посмотреть в обязательном порядке. Александр Александрович, какие сегодня на улицах города преступления чаще совершаются? Спонтанные или заранее спланированные? Ну, основные, конечно, преступления, это которые и спонтанные, и спланированные. Нельзя сделать градацию о том, что вот это совершение, совершенное преступление заранее продумано, это непосредственно спонтанно. У нас по итогам двух месяцев текущего года на улице города совершено 660 преступлений, из которых практически половину составляют кражи. Самый распространенный вид преступлений на территории города, который именно относится к категории уличных преступлений, это кражи. Кражи из автомобилей, кражи непосредственно личных вещей граждан, которые оставляют их без присмотра, бросают, потом обращаются, что у нас пропали вещи, соответственно, возбуждается уголовное дело и принимается непосредственно к производству. Все остальные, если брать дальше, незаконный оборот наркотических веществ, непосредственно сбыты наркотических веществ, которые документируются дальше, граждане привлекаются к ответственности. И в незначительной части какие-либо причинения тяжких, либо не тяжких, ну, одним словом, связанных с причинением вреда здоровью гражданам. Это небольшой удельный вес занимает. Также совершение дорожно-транспортных происшествий и привлечение к ответственности водителей, которые уже повторно управляют автотранспортными средствами в состоянии опьянения, за которые установлена уголовная ответственность. Кто вот эти все преступления совершает по большей части? Это взрослые люди, молодежь или подростки? Ну, подростки совершают у нас небольшое количество уличных преступлений, исходя из тех лиц, которые привлечены непосредственно к уголовной ответственности. В основном, это молодежь где-то до 35-40 лет. 40 лет молодежью не назовешь, но тот человек, который осознает свои действия, совершает преступления. Если брать по категории житель-нежитель города Краснодара, то, конечно, практически половина это те граждане, которые прибывают на территорию города. То есть это заезжие или это приезжие, которые здесь уже обосновываются? И заезжие, и приезжие. То есть нельзя сказать, что он заехал, совершил. Вот если брать один из последних примеров, гражданин совершил порядка пяти фактов грабежей, срывал серьги женщин пожилого возраста и совершал кражи велосипедов. Прибыл из другого региона Российской Федерации, находился на территории города порядка 10 дней и совершил довольно-таки большое количество преступлений. Жил в заброшенном доме, недостроенном. То есть это гастролеры? Нет, не гастролеры. То есть он приехал в город, может он здесь хотел обосноваться, но в силу ряда причин, и то, что ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, опять совершил ряд преступлений, за что был задержан. И сейчас находится непосредственно уже в изоляции от общества. А самих краснодарцев среди совершающих преступлений процент небольшой? Почему? Есть практически ту же самую половину. Это местные жители, которые находятся на территории города, проживают постоянно на территории города. Но, как правило, они имели уже ранний опыт совершения преступлений, отбыли свое наказание и в силу каких-то определенных обстоятельств повторно совершили на территории города преступления. То есть ходить по вечерним городским улицам желательно оглядываясь? Нет. То есть уровень безопасности города довольно-таки обеспечен. Если брать предшествующие года, город Краснодар считался одним из самых пригодных для проживания, комфортных для проживания городов. Один из критериев оценки деятельности – это состояние обеспечения правопорядка. И простому гражданину оценить уровень правопорядка довольно-таки просто. Пройтись спокойно в ночное время по территории города. Если прошел, все спокойно, все нормально, значит уровень правопорядка довольно-таки большой. А какие вот районы, микрорайоны в Краснодаре можно назвать сегодня благополучными с точки зрения минимального количества там совершаемых преступлений? Ну, в первую очередь это те микрорайоны, которые уже обжиты гражданами, не расстраиваются. Соответственно, основная часть населения проживает в этих местах давно, друг друга знают. Можно сказать, устоявшаяся часть населения. Это западный центральный округа, более низкий уровень преступности, более высокий уровень – это Прикубанский округ, за счет того территория округа самая большая, самая застраиваемая. И, соответственно, идет развитие города, прибывают граждане, которые друг друга не знают и, соответственно, могут совершать правонарушения. Там какой характер преступлений? Кражи большей части? В основном это, конечно, кражи. Как себя обезопасить от них? Есть какой-то совет, рекомендации? Ну, поскольку у нас один из самых распространенных видов краж – это кражи из автомобилей, просто не бросать ценные вещи в салоне автомобиля. Потому что один из самых распространенных видов преступления – кражи из автомобиля путем разбития стекла. Любым находящимся, грубо говоря, под ногами предметом, кирпичом разбили стекло, забрали ценные вещи. Раньше бытовало мнение, что криминальные элементы любят селиться на дачах. Сегодня что и как происходит в Краснодарском пригороде, по части именно садовое товарищество? Ну, если брать в старом понимании садовое товарищество – маленькая хибарка, в которой хранятся тяпки и лопаты. В настоящее время у нас на территории города более 180 некоммерческих садовых товариществ, которые расположены ранее на окраинах города. Сейчас уже и окраина это не назовешь. Обжитые практически 50% дач используются для постоянного проживания гражданами. Для того, чтобы обеспечить нормальный уровень правопорядка, это касается в первую очередь Прикубанский и Карасунский округа, где они практически расположены по 50% там, 50% там, проводятся у нас профилактические мероприятия по отработке дачных массивов. Личный состав выделяется и сплошным порядком проверяет граждан, проживающих на территории дачных массивов. Ни разово за один день, два, три, пять, десять дней, пока не прошли определенный дачный массив. Соответственно, проверили граждане. Если есть граждане, которые ранее совершали преступления, при наличии достаточных оснований, доставляются в дежурные части в отделах полиции, где проверяется на причастность к ранее совершенных преступлениям. Если граждане не привлекались к ранее уголовной ответственности, то проводится беседа о том, как себя обезопасить, в первую очередь, свое имущество от преступных посягательств. Сплошным порядком это что значит? Ходят по улицам, по дворам, по домам, говорят, здравствуйте. Улица и сплошная проверка всех домовладений, которые расположены на данной улице. Следующая улица и так пока не проходит полностью садовое товарищество. Александр Александрович, вот с точки зрения обывателя, злой умысел рождается в голове конкретного человека. Допустим, решил, пойду, сейчас ограблю. Идет и нападает на ничего не подозревающую жертву. Или еще проще, сидел на лавочке, перемкнула, пошел, сделал гадость, побил фонари. То есть, залезть в голову человека очень сложно. Вопрос, каким образом удается улучшать ситуацию на улицах и в общественных местах города и снижать преступность? Ну, наступает ответственность за то или иное действие. Если гражданин впервые совершает преступление, законодательство не предусматривает сразу того, что человека посадят на несколько лет в тюрьму и он проведет в полной изоляции от общества. То есть, за нетяжкие составы преступлений предусмотрены такие виды, как наказание, условное наказание, судебный штраф, штраф, который выносится именно как за совершение преступления. Если человек осознает свою противоправность действий, признает весну, вину загладил, ущерб потерпевшему, применяется такая мера прекращения уголовного дела, как примирение сторон по нереабилитирующим основаниям. То есть, человек понимает, что у него уже есть судимость. И если человек умышленно, неоднократно совершает, уже применяется судом такой вид лишения свободы. Я думаю, нормальный человек, побывав в местах лишения свободы, второй раз туда не захочет пойти. Если есть какой-то всплеск преступлений, проводится анализ, выделяется дополнительное количество личного состава, личный состав перераспределяется для того, чтобы задержать того или иного гражданина. То есть, нельзя сказать, что 10 краш совершено, это 10 человек. Может 10 краш совершить один человек. Его изоляция от общества повлечет, соответственно, снижение количества зарегистрированных преступлений. А вот в деле профилактики новые методы с течением времени появляются? Новые методы профилактики – это один из методов, то, что развивается система видеонаблюдения не только в рамках аппаратно-программового комплекса «Безопасный город». Проводится большая пропагандическая работа. Гражданам поясняют, что они тоже должны нести ответственность за сохранность своего имущества. Очень многие граждане устанавливают системы видеонаблюдения. Застройщики при сдаче жилых комплексов стараются обеспечить безопасность установкой систем видеонаблюдения. И, соответственно, это широко доносится в средствах массовой информации, что, гражданин, если будете совершать правонарушение, даже если в настоящий момент вы не видите здесь никого рядом с собой, дальше будет родиться заявление о совершении правонарушения, доказательственная облада будет собрана и, соответственно, каждый понесет наказание. Мы продолжим с вами разговор после короткой рекламы на нашем канале. Продолжаем разговор с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Краснодару Александром Попановым. Александр Александрович, сколько на территории Краснодара участковых пунктов полиции? Участковых пунктов полиции в настоящее время у нас 346 участковых, 47 пунктов полиции участковых. Новые микрорайоны расстраиваются. В ближайшее время мы планируем буквально на следующей неделе открыть следующий участковый пункт полиции. Это улица Шевцова, поселок Краснодарский. Сколько участковых полномоченных вы уже сказали? 346 человек на территории города. В списке их дел семейные скандалы, шумные соседи, пьяные разборки, драки, хулиганство. Чего со временем становится меньше? Меньше, может быть, становится более тяжких видов преступлений, которых именно отнести к категории преступлений можно правонарушений. И увеличивается количество ночной шум, какие-то противоправные действия, разделы имущества между бывшими супругами, межевые споры между соседями. Вот такая категория занимает практически большую часть времени работы участкового. Такие правонарушения. Жизнь становится сложнее и скандалов становится больше? Не то, что скандалов. Есть споры, которые непосредственно по границам земельных участков, грубо говоря, 5 сантиметров влево, 5 сантиметров вправо, но длятся они по 5-10 лет. Неоднократно граждане обращались в суд, но все равно продолжают обращаться к участковому, так как считают, где-то их права нарушены. Обращаются, простите, перебег к участковому с какой целью? Зафиксировать юридически значимый факт для дальнейшего обращения в суд. То есть даже если сотрудники Министерства внутренних дел не могут принять какое-либо решение, то есть орган внутренних дел является первоначальной инстанцией, где надо зарегистрировать факт, который дальше даст возможность гражданам обращаться в суды для оспаривания тех либо иных действий. То есть разбирательство участковых в данном случае это не то, что вызвали на место, что ссорятся, скандалят, находят далеко прикладство между собой с соседями. Нет, то есть все равно участковые уполномочия собирают тот материал, который в дальнейшем гражданину в полном объеме позволит обратиться в суд для разрешения своего вопроса. И суд затребует уже те документы, которые участковый собрал. Они ложатся в основу непосредственного разбора той ситуации, которая возникла. А какие еще задачи сегодня стоят перед участковыми и уполномоченными? У участковых самый большой спектр задач, которые находятся в ведении системы Министерства внутренних дел. Это первоначальная индивидуальная и общая профилактика на административном участке. То есть первоначальная общая профилактика – это обход административного участка, выявление правонарушителей и индивидуальная работа с теми лицами, которые состоят на профилактических учетах. Шесть категорий, которые определены непосредственно Министерством внутренних дел. Это формально попадающие под действие административного надзора, гражданам, которым суд уже установил ограничения административного надзора, лица, которые употребляли наркотические вещества без медицинского назначения, семейные дебоширы, весь спектр. А что главное? Какие главные задачи перед участковым стоят на сегодняшний день? Самая главная задача участкового – изучить свою территорию, знать всех граждан, которые проживают, знать профилактических лиц своих профилактируемых и в целом общение с гражданами для того, чтобы своевременно получить необходимую информацию о возможном совершении правонарушения и на стадии покушения, то есть его предотвратить, не допустить совершения преступления. Самая основная функция участкового. Людей хватает? Ну, учитывая то, что в 2010 году у нас было на территории города 280 участковых, 70 участковых, главное управление, управление организацией деятельности участковых, уполномоченных, главное управление по краю, перераспределяя штатную численность по краю, вот, учитывая, что город, население возрастает, перераспределила, и численности в настоящее время пока по тем нормативам, которые установлены, нам достаточно. А текучка большая или люди задерживаются в профессии? Ну, нельзя сказать, что и текучка большая, и что большое количество людей, имеющих достаточное количество выслуги в службе участковых. Средний срок сейчас службы в подразделении участковых 4-5 лет, но есть те сотрудники, которые 10 и более лет отработали непосредственно в службе участковых уполномоченных. Александр Савченко, вот тот факт, что в последнее время из окон люди выпадают, разбиваются, как полагаете, что за напасть такое ощущение, что таких ЧП становится больше? Ну, если брать последние, то есть спрогнозировать их практически невозможно. То есть жители в поле зрения органов внутренних дел не попадали, высказывания суицидального характера тоже ранее не выносили. То есть обычная среднестатистическая семья, без всяких отклонений, и в определенный момент наступает такая ситуация, когда они решают, похочешь, жизнь самоубийцам. То есть здесь спрогнозировать действительно не представляется возможным, участковый здесь не поможет. Нет, не возможно предвидеть. Это просто уже по факту. В основном, конечно, к участковому в поле зрения попадают те граждане, которые есть какое-то отклонение в поведении. А если отклонений в поведении нет, человек живет, работает, не привлекает к себе внимания как правонарушитель, соответственно, тут не спрогнозируешь ситуацию. Доверие и уважение людей, они даются тяжелым трудом. Что сегодня этот труд участкового способен облегчить? Вот программа «Безопасный город» способна? Ну, программа «Безопасный город» она и способна облегчить, но любое техническое средство, оно можно использовать в качестве доказательственной базы правонарушения. Но должен быть тот человек, облащен соответствующими полномочиями, который возьмет правонарушителя, придет, возьмет за руку, составит необходимый документ, сопроводит его для принятия процессуального решения, либо судебного решения. А само техническое средство, оно же гражданина не составит ни административный протокол, не просит его в качестве подозреваемого в совершении преступлений. Технические средства облегчают именно доказательственную базу во многое. Вот если говорить о этой системе «Безопасный город» и о камерах, зачастую говорят, что камеры стоят такие, что там толком ни лиц не рассмотреть, и что, собственно говоря, что вы об этом скажете? Ну, камеры, конечно, устаревают, жизнь шагает вперед, особенно технические средства, но в настоящее время камеры, которые расположены на территории города, вполне позволяют идентифицировать граждан. То есть получить довольно-таки четкую фотографию в случае попадения человека на камеры и в дальнейшем его уже опознать, идентифицировать. То есть те, кто занимается вандализмом или еще чего похуже делают, пусть не обнадеживаются на то, что их никто не распознает. Нельзя обнадежиться, потому что камеры довольно-таки нормального качества. А скажите, как сегодня работают студенческие отряды правоохранительной направленности, которые несколько лет назад создавались, и работают ли вообще? Значит, студенческие отряды правоохранительной направленности у нас были созданы порядка трех лет назад, привлекаются они, учитывая, что студент в первую очередь должен учиться и получать необходимый уровень образования, привлекаются для охраны общественного порядка при проведении больших публичных мероприятий, которые проходят на территории города. Но одна из самых важных функций создания студентских отрядов правоохранительной направленности это формирование правосознания не только у себя, а непосредственно у своих друзей и товарищей, с которыми они учатся. То есть, увидев ситуацию чуть с другой стороны, ему еще разъясняют этому студенту, что вот задержали правонарушителя, такая-то ответственность и дальнейшее поэтапно, что будет с правонарушителем. Он, соответственно, сам это понимает, не совершит и донесет своему товарищу. И не одному товарищу. Потому что вот там, бросив бумажку просто на улицу, можно стать объектом, то есть не объектом, а быть привлеченным за совершение административного правонарушения. Административное правонарушение дальше уже идет за человеком практически всю жизнь. Насколько мне известно, в этих студенческих отрядах студенты не только вот, собственно говоря, курсанты университета МВД, правильно? Это же гражданские университеты. В основном это гражданские университеты, Кубанский аграрный университет, политех, Кубанский государственный университет. Не было ли случаев из тех, кто принимал активное участие в таких отрядах, сменить профессию? Нет, мы создавали студенческие отряды, они были еще второй, третий курс. Ждем выпуск, может кто-то и придет. Хорошо. А вот народные казачьи дружины множатся или этого не требуется? Численность дружины, которая работает с нами на территории города, определена непосредственно, определенная штатная численность в 300 единиц. Увеличить ее только можно по становлениям губернатора Краснодарского края. А нужно ли? Ну пока в настоящее время нам численности казаков хватает. А вообще как сотрудникам полиции работается с казаками? Ну поскольку казак, он не облачен властными полномочиями, мы за счет перераспределения численности сотрудников патрульно-постовой службы увеличим количество патрулей. И казак используется как и для физической поддержки, так и для получения необходимой доказательственной базы дальше при составлении определенного рода материалов в отношении правонарушителей. На что бы вы сегодня обратили внимание большинства краснодарцев с точки зрения профилактики преступлений и безопасности горожан? Ну в первую очередь, конечно, это необходимо соблюдать определенные меры безопасности общепринятой, которые, ну я не знаю, за десятки лет все граждане, начиная с первого класса школы должны изучить. Принимать меры для сохранности своего имущества, то есть бездумно не бросать какой-то ценный предмет на сидение автомобиля. Заботиться о сохранности своего имущества квартиры домовладения, то есть достаточно большое количество есть способов, начиная от банального датчика, на роде называемого ревун, который реагирует на открытие двери и подает звуковой сигнал, и до установления непосредственно охранно-пожарных сигнализаций, как подразделений Росгвардии вне ведомственной охраны, так и частных охранных организаций. Спектр довольно-таки большой. Спасибо за беседу.